Приветствую вас, уважаемые телезрители. В студии для вас работает Ярослав Захаров и мы продолжаем говорить о самых актуальных темах из жизни города. До предстоящих выборов 2020 года осталось совсем немного времени и страсти кипят просто невообразимые. Примеров много. Чего только стоит история с регистрацией партии «Сила и честь», поддерживающей действующего мэра Анатолия Иванова, которую всеми силами и способами, вплоть до неоднократных нарушений закона, пытались не допустить к участию в выборах. Причин тому несколько. Во-первых, попытка лишить мэра поддержки депутатов, чтобы таким образом срывать работу городской власти и диктовать свои условия. Во-вторых, боязнь того, что в совет войдут опытные люди, которые не дадут устраивать балаган на заседаниях, а будут работать для горожан. Лишь только после вынесения четвертого решения суда с требованием зарегистрировать партию «Сила и честь», всем, кто сговаривался против данной политической организации, пришлось выполнять закон. Но и тут не все гладко. Процесс искусственно затягивался со стороны отдельных представителей комиссии. Якобы не могли найти журнал. Допускались ошибки при заполнении необходимых документов. А на данный момент вообще нонсенс. На момент записи программы партию забыли внести в бюллетень. Вот насколько силен страх перед этой политической командой и, возможно, такова сила сговора и денег. Однако мы уверены, что справедливость восторжествует и у жителей Подольска появится возможность выразить свою поддержку реальным профессионалам. Это что касается партий и кандидатов-депутаты. Кандидаты на должность главы Подольской громады или, проще говоря, кандидаты в мэры, также не отстают. Например, гастролер из Арциза или откуда он там приехал, мнящий себя чуть ли не коренным подольчанином, продолжает выкручиваться и нелепо оправдываться. Реагируя на нашу прошлую программу, он говорил, будто видео с танцами это съемка со свадьбы. Намекал, якобы это не имеет отношения к выборам и он просто веселился на празднике. Вот только сохраненное изображение его публикации в сети Facebook говорит о том, что радость его была именно от снятия партии силы и честь с выборов, а не от новосозданной ячейки общества. Ну вот ответьте мне, сколько может этот чужак выкручиваться, придумывать небылицы и рассказывать людям сказки? Данный случай ярко показывает, чего стоит слово этого приезжего кандидата. Продолжают чудить и команды кандидатов в мэры. К примеру, один из них так сильно хотел прорекламировать своего хозяина, что сделал оговорочку по Фрейду. Он заявил в своей статье, что его лидер, став мэром, проведет перезагрузку коррупции в городе. Что они имеют в виду этим своим гениальным высказыванием? Что кандидат в мэры запустит механизм коррупции в Подольске? Согласитесь, это самое креативное предвыборное обещание, аналогов которому я еще не встречал. Отличились, поздравляю. Хотя сомневаюсь, что подольчанам понравится такая идея. Публикация имеется в общем доступе в одной из групп города и многие ее уже видели. Как вы можете видеть, уважаемые телезрители, с каждым днем все больше грязи льется в информационное пространство Подольска от различных кандидатов и политических сил. На встречах кандидаты обещают жителям что угодно, при этом понимая, что реальных полномочий на реализацию обещаний не имеют, как например вопрос с землями, принадлежащими Министерству обороны. Либо действительно не понимают, что обещания невыполнимы, готовы выдумать и предложить все, лишь бы прийти к власти. Наша же общая задача не позволить некомпетентным личностям и непрофессионалам уничтожить то, что мы уже имеем. Но я уверен, что у жителей Подольска хватит мудрости, чтобы принять правильное решение и сохранить наш город. А на этом на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире!